Сейчас мы увидим, 0.24 показал, здесь 0.26, 0.19, 0.20, ну тут хочешь не хочешь, понятно, что это дело 0.20, что как-то украсилось. Просто машина то грязная была, то теперь как бы я немножко вот уже ночь тут бликует и не особо вижу. Ну крыло уже крашеное, поэтому тут особо вариант брать и делать. Тем не менее, хоть и крыло и крашеное, вот, лось с помощью грибочков, где лифтер обратным молоточком, вот оно, вот, подадут, смотрим обу, вот, и потихоньку, потихоньку, вот, как бы, дело близится уже к какому-то результату, где еще надо подвыдернуть, ну в общем-то уже, как говорят мастера, дядь Саш, шпаклевка чудеса творит, но до шпаклевки далеко, вот, нам шпаклевка вообще тут нафиг не нужна, я думаю, что мы потихоньку, потихоньку подвыгнем, вот, и возможно даже ничего и красить не будем, возможно, а возможно будем, тут, как говорится, бабушка на двое искала, сейчас клеишься, вот здесь дерг, краска отлетела, все, хотя с стороны тут вот уже лак содран, вот, по-моему, уже тут, хочешь не хочешь, но надо будет красить. Я, конечно, машина не на выставку, вся крашеная-перекрашенная, делая-переделанная, здесь раскрылся, к сожалению, нельзя показать, тут риска прям видна, крупная, вот, вот, отблески от лампы, да, база просила, и по базе все это видно, вот, так что тут эту машинку особо не старались, и шкуркой не перебивали, как я, правило 100, вплоть до шестисотки надо перебивать, с проявкой, чтобы, не дай бог, где не проявилось, тут жестко и красиво и быстро, видно, делали, ну, делать надо, поэтому будем делать, не торопясь и аккуратно. Потихоньку, потихоньку, все выходит, поэтому, я думаю, все получится. Вон, смотрю, съемки 1974 года, я еще молодой зеленый был, или даже 1973 года, обалдеть, интересно. Тут интересно, получается потихоньку, краска пока не отрывается, но, кажется, тоже ничего страшного, все равно, как бы, делать, красить, уже определились. Так что, такие дела. Оказывается, клевая, иногда бывает, даже в таких вот случаях, потихоньку, потихоньку, вмятинки выпрямляет. Ну, потом, я думаю, что-нибудь, в варку надо залезть, защиту будет снять, что-то проложить на колью и изнутри немножечко еще доработать, а потом, конечно, подготовить и красить. Вот, ну, имея такую возможность, вот, без покраски подвыдавить, сколько это возможно аккуратней, тут, конечно, и будет гораздо меньше стройматериалов на это все пойдет, и гораздо меньше времени на это уйдет, потому что три не три, но, как бы, по 10 раз усадки, утруски, усушки, не так это все быстро и просто. Прямо таки неплохо выводится, вот, по-чуть, 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 если бы не вот такие противные царапины и кое-где лак стертый до базы, там есть пару мест, то, в принципе, крыло, может быть, и был бы спасти, попытаться без покраски. Вот тут, как бы, есть вот здесь вот залом, прямо вот в этом месте видно, так прикует, как бы, вот такой шишкарек. Ну, нельзя его на выставку, на дачу ездить, им надо просто аккуратно, поэтому тут изощряться, как на выставку, не надо, надо сделать просто аккуратно и все. Потому что это не Mercedes-Benz с последнего выпуска, которые битые, перебитые, нарисованные со шпаклевки, а смотрятся, как будто что с конвейера. Вот тут такого не надо, как вы видели в начале видео, машина по дачам ездит, в грязюки, в пылюки, надо просто сделать аккуратно. Вот и все. Ну, что же. Вот я взял немножко полирольки. Вот, это первый номер. И думаю, немножко пройтись вот здесь. Посмотри, понятно, что вот это уже не спасешь, а вот это вот. И вот красоту. Возможно, что что-то уберется, и что-то не уберется. Все равно, как бы, слифовать надо. Здесь вот грязь от чего-то. Вот она. Чем царапали. Сейчас посмотрим. Вот и все. В принципе, в глаза уже это не бросается. Видно только лишь вот эту крабку. Вот здесь, понятно, с другой стороны. Надо с хозяином посоветоваться, может и так пойдет. Вот. И не надо будет красить. Надо будет, значит, покрасим. Так, сделаем. Тут немножко неровности есть. Но здесь я еще крючком не работал. Просто, как бы, для начала. А для начала прям не по. Вот тут вот вмятинки. Раз, два, три. Вот, чуть застучать и перераспределить. Ну, в принципе, уже, как говорится, не себе пойдет. Надо здесь говорить. Может, ему и так так не морочить голову. Не тратить время и деньги. Вот так. Посмотрим. Хозяин решать. В принципе, по сравнению с тем, что... Ну, может, что не есть, и с чем мериться. Вот. Такой крышей ездит. Вот. Вот заднее крыло. Облезший лак. Вот он. Кусками рвется, крошится. Вот. И нормально. Вот тоже самое. Где-то тычешь. Такой же тычок, можно сказать, на переднем крыле. Вот тычок. Вот. То есть, ну, как бы, уже и возраст, и дач. И люди, как бы, не все и не всегда. Вот то самое. Убрать ее и полирнуть, и все. Как бы, дефектов хватает. Вот на крыше. Ямочки, вмятинки. И ничего. Вот он. Что-то упало явно прям. Тут аж палец. Как помещает. Очень сильный тычок. Что-то упало, видно. Это железяка, потому что тут ребро даже вот сюда, в эту сторону выверт. Вот она, вмятинка. То есть, дефектов хватает. Как бы, на общем фоне можно сказать, что иго. Ну, опять же, завтра с хозяином увидимся. Что он скажет. Я думаю, что скажет, и хрен с ним. Вот, как говорится, все решать хозяину, ему, а не мне. Вот, тут у нас еще не совсем ровно. Ну, с хозяином поговорили. Деду на дачу ездить и так пойдет. Устраивает. Да. Сейчас. Там, там. Вот, поубираем вот такие вот вещи. Тоже я обо что-то, об какой-то забор шкрябнулась. Да, где-то царапки чуть полирнем, чуть подкрасим. Тут не на выставку, а вот взяли годовавую краску. Подкрасили. Чуть там, чуть вот тут киткой. И пойдет. Самое главное, человеку нравится. Ну, видно, что. Ну, ездить на дачу, там условий никаких нет. Это дурное выкинутое деньги. Чуть подаккуратим. И все будет хорошо. Да, сейчас повернем там, там и в бой. На заднем брюле тут тоже чуханутая. Да, дует. Кондиционер попросили включить. Сейчас вот это вот уберем мы. Ниже вот сейчас посмотрим. Вот где краска сошла. Вот то место. Ровно, красиво. Вот они, царапины, конечно. Чуть я шлифанул. Но, они глубокие. Особо в глаза не бросается. Вот дверь еще у нас есть место против. Вот она тоже. Надо чуфануть здесь. Хотя бы попытаться убрать. Но без фанатизма, чтобы не прополировать. Идем посмотреть, что получили мы на выходе. На выходе вот такую красоту мы получили. Вот она, в принципе, потерялась. Да, потерялась. Свет отдаешь, она выявляется. Да, с подсветкой. А так, в принципе, я думаю, будет все нормально видно. Вот так уже она в глаза не бросается. Ну и до машины ездить на дачу, по-моему, самое то. Еще одна миссия. Вот выключил вспышку. В принципе, только что, если не смотреть в полосочках. Но я тут буду до дела. Потому что мы сейчас под краской, полировкой занялись. Где-то принес красную росту. Вот еще надо подшлифовать, подполировать. Вот уже. Где-то он по белым заборам, по светлым крыльями шворкался. Вот. Вот такая на крыше красота тоже говорил. Давай пробуем. Не хочет. Нафиг не надо. Ну и... Вот то же самое место. Которое мы снимали с подсветкой. Прямо приближено, если... Видно, что вот паха была. Вот так. Все сверкает, как у кота. Глаза. Ну, действительно. Машинка, как бы, не первой свежести. На ней в Америке покатались хорошо. Вся она подкрашенная, перекрашенная. Причем деланная... Ну... Что тут говорить? Вот. Видно, да? А вот и лак там. Перепылы там на капоте. На бампере наканем. Вот. Ну, тот, кто понимает. Сейчас вот попытаюсь... Даже не полировал этот переход. Вот. Вообще, как песком посыпано. Вот эту часть тут что-то пыльнули. Вот. И до свидания. А это будет не видно. Вот. Шуршит аж все тут. Ну, это, как бы, я считаю, неправильно. Ну, с другой стороны, машина вся такая. Что теперь? Смысл ее делать выставку. Да, я здесь тут подокурачиваю. Еще крючками я ничего не делал. Только пробойником. И немножко клеем. Вот. Еще тут поработать есть над чем. Вот. Ну, а тем не менее. Для дачи, для огороду. Деду с бабкой прям шикарно. Сейчас еще полирну. Там выступ и хорош. Вот. Смысл потренироваться. Вот они застучать. Здесь. Там. Вот на капоте. Вот она. Шишка. Сейчас. Видно, ткнулись внутри. Ну, это так. В качестве тренировки. И бесплатной работы. Вот и все. Ну, вот. Все красиво. Здесь надо подмазать красочкой, поскольку выдрано с мясом. До металла. Подкрасим. Вот. Нарушать идиллию. Концепцию ремонта автомобиля. Красить будем кисточкой. Вот. Краска есть. И уже там она сейчас тут пытается раствориться. Каменная. Вот. Так что будем ремонтировать так, как она ремонтировала. Ну, и немножко потренируюсь. Поскольку такая возможность потренироваться. Опять же, потренироваться. Почему я все время об этом говорю? Говорю, что потренироваться. Потому, что Сузуки. Сузуки. И тем более такая Форенза. Это редкость. Эта машина выпускалась для американского рынка. Вот и посмотрим. Вот тут за металл. Мне это интересно. И не надо настолько, что я, как бы, буду все эти вот мятины на крыше попытаюсь сделать. Естественно, только клеем. Крыша тут шуршит. Я ее немножечко полирнул. Потому, что... Ну, вы видите, что тут. В каком виде крыша. Она тут под демиумом бедолазка стояла. Тут вот такое впечатление, что лака даже нет. Муть сплошная. Вот. Муть его такое. Вот. А вполне возможно, что так и дунули и покрасили. А вот химией на мойках моют. И вот эта химия народу просто сожрала. Может быть, да и так. Особенно там как бы скучно. Ну, вот. Опять мы продолжим ковырять крылышко. Надо его немножко доковырить. Поскольку вот такие вот вещи я не хочу оставлять. И опять же надо помнить, при том, что крыло уже крашеное, как бы... Смотреть. Если начнет краска там трещать, то лучше бросить. Ладно, продолжаем. Сейчас я снял защиту. И теперь хочу оттапливать защиту. И поработать там крючком. И опять же крючок-пробойник, крючок-пробойник. Эти вещи надо вот, видно, яма еще приличная, подобрать. Потихонечку, потихонечку проблемки уходят. Понятно, что это не пять, не десять делать, но тем не менее. Уже вольмень проглядывается. Тем более, что мы знаем, что она не на выставку. Вот так получше стало. Понятно, везде не идеал. Ну, если посмотреть под лампой, то... Вот он, выступ еще остается. Его надо поднатянуть. Остальное все уже, как бы... Мелочи жизни. Вот тут у нас шишечки есть еще на капоте. И, кстати, по крылу. По крылу, ну, там по крылу. Ладно, сейчас дойдет ход. Вот, на капоте тоже интересные вот такие вещи. Вот шишка. И вот шишка. Дуаз. Как будто по линейке размечено, ударено. Крючок. Ну, вот как-то так. Вот, получилось. Ну, и сейчас пытаюсь разбить вот эти заломчики. Вот, остатки роскоши. Вот, заломчик некрасиво. И те шишкари в начале капота тоже надо бить. Здесь, с этой стороны капота присутствует вмятина. А с этой стороны бугорчик, заломчик. Ну, видно, что-то такое было с капотом. Вот, надо эту красоту эту распрямить. Вот. Всем привет, YouTube привет. Это снова я. Тут вот ковыряю машинку из Америки. Американческую. Это Suzuki Forenza. Производится она, по идее, для американского рынка. Но не в этом дело. Я там делал толщину лакокрашенного покрытия. То есть, показал то, что надо аккуратно и желательно иметь толщиномер. Вот, закономерный вопрос. Попросили показать, рассказать, что это такое, с чем его едят. Это наш толщиномер. Где брали, что брали, как и так далее. Ну, сейчас начнем. Вот он идет в таком красивом чехольчике. Можно их вешать на пояс. Я вам скажу, что, конечно, осуществлялась намного раньше мной. Я брал его, я не знаю, может, года три назад. Ну, около того. Я сразу знал, что, как бы, толщиномеры были дорогие. Ну, вот, по пять, по восемь. И нигде не мог найти нормального. Плюнул, думаю, и хрен с ним. Иду себе с толщиномера. Буду на глаз смотреть, как бы, опыт есть. Я не первый день маляркой, с удовщиной занимаюсь. То есть, ну, как бы, можно и без толщиномера. Вы видели, где, если что, подкралили, переход сделан, ну, и так далее. Как бы, если присматривать внимательно, вот, сделать определенную подсветочку, как бы, работа все равно будет видна. Вот, что-то не делать, все равно будет видно, что это ремонтировать. Особенно опытному человеку. Ну, дело не в этом. Там, как найти, купить. Сейчас я открою. Ну, что же, продолжим прихорашивать машинку. Будем забивать шишечки. Ну, что же, шишечку мы заколотили. Вот, вот здесь. Не знаю, слабовато видно, как бы, снять тяжеловат. Сейчас попытаюсь я холодной включить. Ну, вот, да. А шишечку сейчас мы немножечко-немножечко дернем вверх. Шика, прям толкнем вверх. И, как бы, если что, надо забить будет. И все. И все будет хорошо. Здесь вот небольшой брючок даже есть. Как бы, кажется, что тут ямка. Ничего тут никаких ямков нет. Ну, что же. Вот, снимаем с паузы. И смотрим. Вот, выдернул я небольшой шарик. Опять же, тут до фанатизма я не буду выловаться. Это не на выставку. Иначе тут эта машина может на год застрять в гараже. Просто-напросто человеку сделать. Взять там, чуть подаккуратить. Он-то этого и не узнает, и не заметит. Уже человек старый, зрение не то. Ну, и хорошо. Тут только специалист может заметить, что что-то тут как-то добыло. Ладно, теперь интереснее есть у нас две точечки на капоте. Шишечки. Вот, я уже показывал. Раз. Два. Две штучки такие вот. И причем сделаны как по линеечке. Но, хочу их тоже подзабить. Вот они наши два шишкарика. Вот он, раз. Вот два. Посмотрим, что с этого получится. Пытаемся рассмотреть это все дело поближе. Вот такие накопки обычно. Бывают. Вот, 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 что. Машинка чем-то ударит. Обычно тут, вот, там, передок, да? Вот это место. Здесь иный металл, там, двухслойный. Почему тут скобаста, открывание-закрывание. Явно, что чем-то вызнулось. И жесткость сыграла. И края жесткости, которые внутри находятся, чуть-чуть вылезли на вверх. Вот, забиваем эту красоту. Резкость здесь. Все, здесь забил. К сожалению, деталь крашена. И вот такой пробойничек у меня есть. Достаточно жесткий. И он, как бы, как бы, как бы, слегка, вот, слегка. Мико, как бы, поджевал. Вот, сейчас вторую. Попьем, тоже надо забивать ее. Вот она, вторая красота. Сейчас мы ее забьем. А бы, слегка, надо полирнуть. Здравствуйте. Здрасьте, здрасьте. Чтобы не утруждать сильно зрителей. Вот. Вот оно, место, где была эта штучка. Вот одна. И вот она. Здесь. Чуть-чуть была вторая. Чуть тут бельмует, но... Опять же, на этом автомобиле я не вижу смысла дальше. Вот она, мятина. Сейчас дерни, и будешь подкрашивать капот. Поскольку это место такое. Можно на нем залететь. Вы уже видео видели. Одну машинку делал, и... неосторожно стирал небольшой клочок краски. И все. И потом пришел открашивать. Так что, в принципе, не видно. Хорошо. То же самое здесь вот. И слава богу. Вот. Клиенту я даже не надо. Просто сам потренировался. Как говорится, душу отвел. Вот еще хочу попробовать вот здесь вмятинки на крыше. Опять же, повторюсь. Почему? Потому что я Сузуки как-то не попадалась. Машинка. Опять же, это для американцев делается. Что тут за... Как он тянется, как он забивается, посмотреть. И... Еще момент. Машинка все-таки крашена. Поэтому надо аккуратно. Ну, хоть и крашена, с другой стороны я клеем работаю. И ничего. Вот. Она терпит. Так что попробуем.